В апреле этого года в помещении зрительного зала Центра культуры и досуга индустриальной частично обрушилась обшивка потолка. Причина – значительный физический износ здания. А проведение капремонта в нем нецелесообразно, заключила экспертная комиссия. Вячеслав Франк объявил, что непригодное здание нужно сносить и строить новое. В общем, земельный участок неплохой, порядка двух гектаров. И там бы, наверное, можно было построить ДК, но если уж строить, хотелось бы строить все-таки современное уже здание, наполнять его современным оборудованием. Будем думать, будем искать деньги. То, что ДК здесь необходимо построить, это однозначно. Центр организует досуг для населения микрорайона Новосиликатный и близлежащих населенных пунктов. Его вокальные, хореографические, театральные, спортивные коллективы посещают около 300 детей и взрослых. В нашем небольшом клубе проходили мероприятия и календарного плана, и большие тематические. Мы взаимодействовали со школами, проводили и отчеты глав администраций, и собрания ТОСов, и различные мероприятия. То есть, конечно, востребованность большая. Сейчас часть творческих коллективов временно перевели в клуб в поселке Лесной. Для остальных девяти, где занимается около 130 человек, арендовали помещение в здании частного центра развития. Все пока, в принципе, без сильных возмущений. Народ понимает эту ситуацию, терпеливо ждет решения города, ну и надеется, конечно, на лучшее. Вячеслав Ранк дал поручение главе администрации индустриального района и городскому комитету по архитектуре проработать вопрос с земельным участком под строительство нового центра. Сроки его возведения пока уточняются.